Дорогие братья и сестры, мир вам! Я хочу сегодня вместе с вами прочитать Евангелие от Иоанна, 10 главу. Мы прочитаем 21 стих. Давайте мы стоя выслушаем этот текст. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 21 стихи. Истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет овец своих, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу им сказал Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо Мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Ясен дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есен пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не своим, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есен пастырь добрый, и я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между идеями распри. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Помолимся. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за то, что в сегодняшний день Ты снова напомнил нам о Своем величии, о том, что Твой престол стоит вовеки, и напомнил нам о Своей неизменной любви к падшему человеку, которого Ты желаешь привести в Свою славу. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты пастырь добрый. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты знаешь своих, и овцы знают себя. И мы просим, Господь, чтобы также сегодня Слово Твое коснулось каждого сердца. Мы просим, милосердный Отец Небесный, преображай нас в Твой образ по Слову Твоему, дабы мы служат Тебе, прославили имя Твое Святое, поступали по Слову Твоему, и чтили Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я сегодня хотел бы вместе с вами заглянуть в этот текст Священного Писания, чтобы увидеть то благословение, которое Иисус Христос предложил в то время иудеям, которые слушали Его, а сегодня Он также предлагает и нам. Десятая глава начинается с того, что Иисус Христос говорит о том, что кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде тот вор и разбойник. Слушающим эти слова, им очень резало слух то, что Иисус Христос сейчас им сказал, потому что они считали себя наследниками обетований, считали себя избранным народом, и они на самом деле были этим народом. Но тем не менее, несмотря на все те благословения, которые на протяжении, можно сказать, тысячелетий, Бог, будучи верен своим словам, Он исполнял свои обетования, данные Аврааму, и Он знал и говорил им, что они являются наследниками этих обетований. Тем не менее, люди по своей природе, по тому греху, который жил в их сердце, они забыли путь Господень и стали следовать своей религиозной традиции, которую поставили выше закона Божия и выше слов Господних. И вот вместе с ними Христос, который обращается к ним, которого они обвиняют в разных вещах, которого они хотят убить, но который пришел к ним с посланием любви, и как Иоанн в своем Евангелии, начиная, говорит о слове, которое обитает с ними, говорит о том, что это слово было полное благодати. Знаете, удивительно, что Иоанн, когда обращается к своим читателям, он говорит, Бог, который пришел во плоти, Он пришел не с пустыми руками на землю. Он обитал среди них, и Его дела были полны благодати. Он всегда давал людям то, что они не заслуживали. Слепые прозревали, измученные они получали освобождение. Те, которые находились в темнице, выходили на свободу, если только они веровали в Иисуса Христа. И вот после того, как Иисус Христос исселяет слепорожденного, и если вы помните, там возник вопрос, кто согрешил, он или родители его. Христос им говорит, что не он, не родители его, но есть цель, по которой он родился слепым. И эта цель заключалась в том, чтобы были явлены дела Божьи в жизни этого молодого человека среди народа израильского. И вот Иисус Христос, исходя из этого случая, вся эта дискуссия, которая возникла в связи с этим исцелением, говорит этим книжникам, фарисеям, и обращается к народу и говорит, что «Я вам говорю, кто не дверью входит во двор, очи тот, но перелазит индяя тот вор и разбойник». И он говорит, Иоанн, что эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли. Казалось бы, странно, не правда ли? Почему же это вдруг люди, жизнь которых была связана неизменно с этого рода деятельностью, вдруг не понимают, о чем идет речь? Ну, если бы среди нас сделать опрос, сколько из нас, братья и сестры, вживую видели пастыря овец? Много из вас видели настоящих пастухов? Думаю, что некоторые из вас свидели, но в большинстве из вас, наверное, смотрели фильмы про пастухов. Но не это было случаем с израильским народом. Если мы копнем глубоко в вестоке их, то мы знаем, что их правоцы всегда были теми, которые занимались скотоводством. Даже когда Иосиф приглашает своих братьев с отцом в землю египетскую, написано так, что им была отдана земля какая? Гесем, правда? Почему? Потому что они были скотоводы. То есть они были пастухи по определению. И поэтому все, что было связано с этим народом и с родом деятельностью этого народа, было отражено и в законе Господнем. Мы этого сейчас коснемся. Пастухи, я не знаю, как вы рисуете в своем уме этих людей, исходя из своего личного опыта, зная, кто, например, пас овец или коров в той местности, откуда я, эти люди не отличались, скажем, большой образованностью. Они просто пасли стада. Но не это было случаем в жизни народа израильского. Эти люди были храбрые, эти люди были смелые, эти люди были готовы идти на все. Вспомните царя Давида, когда он пришел перед Саула и когда на него натели доспехи, он сказал, не мое, но у меня есть определенный опыт. И об этом опыте он сказал следующее. Когда медведь или лев нападал на стадо, я шел и отбирал добычу у льва или у медведя. Наверное, среди нас нет ни одного человека, который бы имел такого рода опыт. Скорее всего, если бы мы увидели льва или медведя, мы бы побежали в другую сторону. Но не это было случаем у царя Давида. Более того, посмотрите, пророк Амос. Вспомните, откуда взял его Бог и поставил его пророком. Он был пастухом. Смотрите, что говорит пророк Амос. Если вы откроете 3 главу, 12 стих, речь идет о пастыре, то мы про Амоса читаем следующее. Мы будем читать 12 текст. Так говорит Господь, «Как иногда пастух исторгает из пасти львинной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, в углу постели и в Дамаске на ложе». Здесь пророк Амос не просто говорит, что вот пастуху так хочется вдруг пойти и забрать растерзанное у льва. Для этого был определенный закон, еще был дан Богом, народу израильскому. Давайте мы еще раз обратимся еще чуть дальше, вглубь веков, и прочитаем из книги «Исход», когда Бог дает народу израильскому определенное обетование. 22 глава. Мы будем читать с 10 стиха. Там народу израильскому дается практические советы и закон, каким образом они должны вести бизнес друг с другом. Написано так, «Если кто отдаст ближнему своему осла или вола, или овцу, или какой-нибудь другой скот на сбережении, а он умрет, или будет поврежден, или увиден, так что никто сего не увидит, клятва перед Господом, да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяин его». Теперь смотрите, 13 текст. «Если же будет растерзан зверем, то пусть в доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не заплатит». Оказывается, существовал закон для пастухов, который освобождал их от определенной ответственности за утерянное, если они приносили доказательства утерянного определенным путем. Поэтому и Амос, будучи пастухом, он говорит, «Бог возвратит народу израильскому благословение, и это будет пусть даже так, как будто бы выхватывать растерзанное из пасти льва». Поэтому книжники и фарисеи, народ израильский, когда они слышали о том, что пастыри, овцы, они очень хорошо понимали эту работу, они хорошо понимали этот бизнес. Но вот Иоанн говорит, что когда Христос им начинает говорить о том, что кто перелазит в Индии, тот вор и разбойник, только входящий дверью есть пастырь, овцам ему предверник отворяет, овцы слушаются голоса его, и он зовет овец своих по имени и выводит их, они должны были понимать, потому что много раз Бог выступал в роли пастыря, а народ израильский, они были как овцы. Смотрите, 22-й псалом, о котором говорит Давид, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он вводит меня на злачные пажити и вводит меня к водам тихим». То есть, другими словами, Иисус Христос здесь предстает перед народом израильским в виде доброго пастыря. Почему это важно понимать, братья мои и сестры, не только и евреям, которые были тогда, но и сегодня нам? Думаю, что это очень важно понимать каждому из нас. Вот мы сегодня благословили детей на летнюю и каникулу. Мы попросили у Бога защиты, охраны, помощи, мудрости. Всего только, что можно было попросить у Бога и для себя, и для своих детей. Но очень важно понимать, друзья мои, чтобы мы понимали, что если Господь не наш пастырь, то и у наших детей нет у пастыря. Если мы идем к наемникам, то и туда своих детей ведем. Христос, когда стоял перед народом израильским, Он очень четко, Он очень четко провел грань между настоящим пастырем и между теми, которые наняты на работу. И я хочу сказать, за серебро, которое мы сегодня тяжело зарабатываем, есть много наемников, готовых принять от вас это серебро. Вам только стоит этого захотеть. Но сегодня мы больше сконцентрируемся на добром пастыре. Говоря о добром пастыре, когда мы читаем здесь, в этом тексте, здесь как раз Иисус Христос говорит еще одно из семи, «Я есм пастырь добрый». И здесь, когда идет речь, что вот Он здесь говорит о том, что показывает Его божественную природу, здесь также идет речь о том, что Он является пастырем добрым для Своих овец. И добрый не просто в плане морального качества, что, вы знаете, вот я добрый человек, но в плане также того, что Он очень хороший в этом деле по своей специальности. «Я пастырь, и я хороший пастырь». Вот о чем идет речь, где моральные качества сплелись, с профессиональной деятельностью, если можно так сказать. Поэтому Иисус Христос, обращаясь к народу израильскому, Он говорит, «Если вы хотите пастыря, если вы хотите водителя, то я есть тот, который хорош и по моральным качествам, и профессионально я знаю, как вести свое стадо». У каждого пастыря к своему стаду есть определенные требования. Иисус Христос не просто ведет свое стадо, у Него есть определенные требования к своему стаду. Поэтому на несколько из них я бы сегодня хотел обратить внимание. Смотрите, со 2 по 6 стих мы читаем, что здесь Иисус Христос говорит. «Входящей дверью со 2 стиха есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет при ними, а овцы за Ним идут». Первое требование пастыря – идти за Ним. Второе требование – потому что знают голос Его. Братья мои и сестры, это очень важно понимать, что для того, чтобы качественно следовать или точно идти за Иисусом Христом, мы должны исключительно иметь возможность или качество отделить голос пастыря от голосов наемников. Христос говорит, «Овцы идут за Мною, и они знают голос Его». Знаете, что идти и слушать – это не просто что-то, что у нас естественно в жизни получается. Зачастую, когда Бог говорил о Своем даже народе, он говорит, что эти люди, как овцы, у которых нет пастыря. Более того, Писание говорит о состоянии, что каждая из овец совратилась на свою собственную дорогу. Поэтому следовать и слушать – это вопрос непростой, вопрос, требующий внимания и определенного качества, без которого невозможно ни следовать за пастырем, ни слушать его. Поэтому давайте мы определимся, что сопутствует тому, чтобы мы точно шли и точно слышали нашего пастыра. Писание нам говорит так, «Вера приходит от слышания, а слышание – от слов Господним». Для того, чтобы идти и слышать, необходима вера, братья и сестры. Необходима вера. Сейчас с вами проходим послание к евреям. Удивительное послание, которое показывает нам Божье дело среди своего народа, показывает нам его заботу, показывает его пристальное внимание, показывает нам Бога с той стороны, что он сделал все для того, чтобы народ его видел его присутствие и понимал его волю. Облако днем и столб огненной ночью – постоянное присутствие, видимое, постоянное видимое присутствие Бога среди народа израильского. Нельзя было промахнуться. Как только они открывали свои глаза, они видели, что Бог с ними, что Бог среди них, что Бог опекает их. И несмотря на это, мы видим, что вопрос веры и доверия Богу очень сильно хромал среди народа израильского. Мы видим их постоянное недовольство, мы видим их постоянный робот, мы видим их постоянную, они всегда искали возможность пойти своим путем, скажем так. Это было среди них постоянно. И посмотрите в послании к евреям, которое мы изучаем сейчас, 3 глава 17 на 19 стих, мы видим, что Богу не сильно нравилось их состояние. Бог был недоволен ими. И так здесь и написано, на кого же негодовал Он 40 лет. Нам иногда кажется, или мы так рассуждаем, если бы Бог был рядом, если бы Он был в моей жизни, если бы Его присутствие было очевидным, если бы вот мне Бог так явился, как явился Павлу Христос, мне бы было все в жизни по-другому. Но мы видим здесь народ, которому Бог это делает, и Бог на них негодует. Почему? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Оказывается, что согрешающие и непокорные приводят в состояние негодования самого Господа Бога. И написано так, и так видим, что они не могли войти за неверие. Друзья мои, вопрос следования за Христом и вопрос послушания напрямую связан с нашей верой и доверием Господу Иисусу Христу. Если мы в своей жизни словами своими исповедуем, а поступками делаем совершенно противоположные, у нас мертвая вера. Как Иаков об этом и говорит, вера без дел мертва. Послушание неизменно приводит нас к делам веры, которые мы должны исполнять в Иисусе Христе. Да, именно должны. Это не вопрос избирательности, это не какое-то дополнительное задание или же, как у нас есть, факультативные уроки. Вопрос веры – это то, что каждый должен человек пройти. Писание говорит, мы уже об этом неоднократно говорили, что без веры угодить Богу невозможно. Автор не говорит о том, что без веры трудно угодить Богу. Или что без веры, ну, если постараться, все-таки можно угодить Богу. Нет, невозможно. Нет другого пути для того, чтобы угодить Богу, как только путь веры ведет нас к тому, чтобы мы были угодны Господу Богу. Давайте мы еще раз, наверное, напомним себе, в чем же заключаются или в чем состоят ключевые моменты, нашей веры в Богу. В первую очередь, нам нужно всегда понимать, что Бог, Он велик. Мы должны на самом деле в своей жизни признать Его величие. Не я великий, а Бог несравненно велик. Что ты помнишь меня и что есть Сын Человеческий, что ты посещаешь Его, говорит Псалмопевец Давид. Что есть человек, что ты помнишь Его и Сын Человеческий, что ты посещаешь Его. Когда, говорит, я рассуждаю о твоем творении, то что есть я? Первый шаг веры это именно признание Божьего величия. Посмотрите в послании к римлянам, где говорится о том или о тех людях, которых Бог предал превратному уму. Написано так, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Когда человек познает Бога, он неизменно становится участником открытия Его величия, величия во Вселенной и даже в своем собственном организме, когда мы видим, насколько удивительно Бог потрудился в каждом из нас. Второе. Вопрос веры также состоит из того, что мы начинаем понимать нашу необходимость, нашу нужду в нем. Мы начинаем понимать, что без Бога мы ничего не можем делать. Мы ничего не можем сотворить хорошего без присутствия Бога в нашей жизни. Некоторые заметят, а как же, есть же много людей неверующих, которые не верят Богу, не доверяют Ему, и все-таки свои нужды в нем не видят. Они не видят, что источник их добра исходит из Бога. Но вы знаете, игнорирование реальности, это еще не означает отсутствие реальности, правда? Если человек игнорирует тот факт, что он был создан по образу и подобию Божию, это еще не исключает отсутствие этого факта. Поэтому, будучи созданным по образу и подобию Божию, у человека есть задатки этой способности творить. Даже Христос сказал, если вы, будучи злые, можете детям своим давать добрые, то тем более Отец ваш Небесный. Но вот видите, вопрос веры как раз и ставит нас в полную зависимость от Бога. Мы хотим быть похожими на нашего Отца, но без веры мы на самом деле это не можем достигнуть. 3. Человек, который верит, он понимает Божью благость и проявление Божьей любви ко мне грешному. Бог на самом деле делает утверждение своей любви и благости человеку, который приходит к нему. И тогда человек понимает, что Божья любовь и Его благость, они являются тем добром, который Бог дарует нам не по нашим заслугам, но исключительно исходя из своей благодати и милости. есть те вещи, наверное, которые мы сотворили в своей жизни, и они преследуют нас. Мы помним те плохие, наверное, случаи, которые произошли с нами, и мы были виновником страданий других людей. Мы были причиной боли, может быть, братьев, сестер. Мы были, может быть, причиной, где произошла ссора, раскол, конфликт. Эти вещи, может быть, следуют за нами по пятам, но Бог избавляет верующих людей от того, чтобы мы больше не служили или не были этой причиной. Потому что, в принципе, причиной всегда можно стать, даже об этом Христос говорит. Даже соблазн маленький, и то Христос настолько высоко осудил этот поступок, что Он сказал, что лучше бы человеку, который является соблазном, что сделали? Повесили мельничный жернов и бросили пучину. Он показывает, насколько реально угроза состоит или насколько реальной угрозой существует даже маленький соблазн. Это те, братья и сестры, вещи, о которых мы говорим, а мне все равно. А мне все равно, что думают другие. Я так хочу. Мне так нравится. Если мы понимаем Божью благость и любовь, то это будет вести нас к следующему этапу веры, который заключается в сокрушенном и смиренном сердце перед нашим всемогущим Богом. Вера ведет человека к смирению, гордость ведет человека к падению. Оказывается, и тот, и тот на коленях. Правда? Парадокс. Но все зависит от выбора. Или мы начинаем гордиться и обязательно упадем, или мы смиряем сами себя перед всемогущим Богом, а смиренного Бог что сделает? Подымет, возвысит. Еще один этап веры, или элемент веры, это наше доверие Богу и послушание Ему. Это всегда вопрос каждого поколения, независимости старые мы, среднего возраста, молодые или дети. Вопрос доверия и послушания Богу, он очень остро стоит в жизни каждого человека. Хотя в отношении детей Бог говорит, что у них потрясающая вера. У них настолько, Он говорит, если не умолитесь, как дети не войдете в Царство Небесное. Почему? Потому что дети доверяют. Детям сказал, и ребенок поверил. Но вопрос доверия взрослого человека, особенно, например, человека, который уже с Господом, долгие годы идет, когда уже опыт есть, когда есть на что оглянуться и взвесить, ты начинаешь думать, что, Господи, ну вот можно, вот как и Моисей. Бог сказал, скажи, а ты ударишь. Может быть, мы так и не дерзаем, но в некоторых свящах мы можем на самом деле чуть-чуть идти дальше своих возможностей или дальше того, чего даже нам Господь разрешает. Поэтому сердечное доверие Богу и послушание Ему, это, несомненно, связано с нашей верой. Насколько мы доверяем Богу и насколько мы понимаем Его план в отношении нашей жизни. Пророк Исаия. Очень известный текст. 55 глава, потрясающая глава книги пророка Исаия. Там великое обетование, жаждущее, идите, пейте. И вот дальше, что Господь говорит. Ищите Господа. 6 стиха 55 главы. Когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. И да обратятся к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я его послал. Не правда ли прекрасный текст Священного Писания? Но вот здесь Бог не просто имеет претензию к человеку, но Он показывает ему уровень нашего мышления или способность мыслить и показывает также его мысли. И вот здесь иногда у нас возникает вопрос, потому что то, что мы переживаем в нашей жизни, те обстоятельства, трудности, сложности, болезни, может быть, неудачи, иногда эти вещи заставляют нас думать, что Бог как-то несправедливо относится к нам. Или же иногда человеку заграждается сомнение, а слышит ли меня Господь, когда я обращаюсь к Нему? Или же у нас возникают претензии и к Богу, Боже, почему я, а не он? И это, в принципе, не ново. Помните апостол Петр или апостол Иоанн? Вот после воскресения за душевная беседа я хочу просто напомнить этот эпизод Христа с Петром, где Христос подымает Петра и уже вроде бы как восстановил, и уже ему говорит и о будущем, что ожидает Петра. А вот Петр, когда услышал, что какой смерть и он прославит Господа, все-таки повернулся назад, увидел ученика, который следовал тоже за ними и говорит, Господи, а что он? Я знаю, всегда легче, наверное, умирать не одному, не в одиночку, а когда вот толпа. Но все-таки у нас иногда есть претензии к Богу, что, Господи, почему я, а не кто-то другой? Даже, наверное, и он, который шел, должен был идти в Неневию, он, наверное, сказал Богу, Господи, что только я нашелся в земле Израильской. Один я и тот такой непослушный. Найди послушного человека в Израиле. Правда? Мои мысли, не ваши мысли. Давайте мы чуть порассуждаем над этим, что касается наших мыслей. Ну, возьмите, наверное, всемирный потоп, который был. Но, если бы Бог дал нам возможность определить судьбу тогда Вселенной, скорее всего, мы бы не потопили никого. Нас бы, наверное, убедили все-таки собрать организацию объединенных наций, написать кое-какие законы, чтобы каким-то образом урегулировать жизнь людей, которые живут. Господи, пора уже писать Конституции, в конце концов. Как так без Конституции топить сразу человека? Но это же наши мысли, правда? Какой-то закон сегодня подписывается, и сразу наши мысли к Господу. Господи, что же происходит? Правда? Дальше бы мы, наверное, пошли к Содому и Гаморе, но там бы мы, наверное, дали волю своей фантазии. А Господь решил просто испепелить. Но вот что касается до Содома и Гаморы, там, где Ной сидел у ворот уважаемым человеком, и мы бы сказали, нам нужно больше людей у ворот. Нам не только один Ной нужен, праведник, который мучил. Лот, спасибо огромное. Нам только не один человек нужен у ворот. Нам нужно больше людей. Это наши мысли, друзья мои. Это наши мысли с вами. Если бы мы были родителями, которые утверждают, как мы сегодня все говорим, когда у нас дети спрашивают, кого больше любишь? Мы все одинаково любим. Но мы заходим в дом к Якову, а там Иосиф. Яков не скрывает, говорит, это мой любимый. И пошел, купил одежду. Правда? Мы бы, наверное, 12 купили, чтобы все одинаково ходили. А Яков выделил. Но это наши мысли. Это наши мысли. Что касается всех войн, которые происходили в Ветхом Завете. Что касается допущения, чтобы первосвященниками были саддукеи, которые не верят в воскресение из мертвых. Казалось бы, можно этот список продолжать, потому что он на самом деле тяжелый список. Друзья мои, и наша жизнь, она тяжелая здесь. Мы соприкасаемся с вещами, которые приносят нам беспокойство. Мы соприкасаемся с вещами, которые приносят нам неудобства в нашу жизнь. Но когда у нас есть полное доверие Богу, Бог нам говорит, ты так мыслишь, а я думаю по-другому. Ты думаешь, что было бы лучше так, но мои мысли не сходятся с Твоими, поэтому мои пути это не Твои пути. Как небо выше земли, так мои помышления выше Твоих, что несоразмерно, даже близко не стоит. Но есть одно обетование, братья мои и сестры. Мы только сегодня частично затронули путь к доброму пастырю. Как мы слушаем Ему и как мы идем к Нему, как мы идем за Ним. Есть одно обетование. Когда мы в вере приходим к Богу, признаем Его величие, признаем свою необходимость, но потому что она исходит из нашей повседневной нужды. И, когда мы видим Его благость и любовь, когда мы начинаем смиряться перед Ним, мы приходим и говорим, Господи, научи нас доверять. У Тебя есть обетование. Я хочу любить Тебя всем сердцем и всей душою. И Павел скажет в послании к римлянам о любящем Бога, призванном по Его изволению. Все содействует ко благу. Братья мои и сестры, это не призыв к пассивному образу жизни, это призыв к активному действию веры в нашей жизни. Это не призыв просто менять мышление Божье, потому что какая-то вещь или какой-то поступок приносит в Нью жизнь неудобства, а это смирение перед Ними. И мы говорим, Господи, если Ты хочешь, чтобы я это прошел, я верю, что и в этом Ты поможешь мне быть верным Тебе. Вот о чем, мои друзья мои, дорогие, идет речь. Христос обращается к книжникам и фарисеям и говорит, входите к дверью. Овцы мои знают мой голос и я знаю их. И мы читаем, и он говорит, они не понимают, о чем идет речь. Конечно, конечно же, они не понимают. Своё мировоззрение, система религиозных ценностей, всё поставлено, как мы сегодня говорим, на рельсы. Вот этот поезд со своей пышностью и славой, вот такой земной, он движется, они противостоят всем. Они даже Пилата знают, как устранить, как смирить Пилата, как договориться с ним. Они всё уже умеют. Каждый нашёл своё место в жизни. Каждый знает, чем он занимается, зачем ты пришёл и говоришь, что вот такие устрои, такие порядки. А Христос просто обращается к ним, потому что для этого Он воплотился. Он пришёл с руками полные благодать, простёртые к ним, но они остались в стороне. Хотел бы спросить сегодня у нас, друзья мои, братья, мои сёстры, на сегодняшний день, является ли Христос твоим и моим пастырем? Иду ли я за Ним? Слушаю ли я Его голос? Мы сегодня можем сбрасывать со своих счетов много вещей. Говорит, мир это нам диктует. А кто заставляет нас это принимать? Мы говорим, мой ребёнок не может уже без этого. Ну, понятно, что уже не может обходиться без этого. Кто стал виновником этого? Братья, мои сёстры, если мы ушли от своего пастыря, если мы, может быть, закрыли уже одно ухо, чтобы не слышать, что он говорит, и такое происходит. Сегодняшний мир, он полон тех голосов, которые всеми силами, всеми своими фибрами своей греховной души, можно так сказать, всеми силами способствует увлечь наше внимание от настоящего, от призрачного, от настоящего и представить нам то, что призрачное. Обещать, что вот будете тем заниматься, будете успешными и влиятельными. Друзья мои, влиятельный только тот, кто в смирении перед Богом решил, что его надежда и упование будет Господь. Таким образом, Слово Господне влияет на мое сердце и мой жизненный опыт показывает другим, что жизнь с Богом несравненно лучше, нежели питаться рожками этого мира. Каникулы перед нами, дети дорогие. У родителей, наверное, голова болит, чем вас занять. Займитесь Священным Писанием, изучением Слова Господнего. Если мы сами хотим жить, то мы должны к этой жизни вести и тех, которые идут вслед за нами. Я знаю, что Бог верен. В свое время я думал, как Бог позаботится о нашем поколении. Бог заботится, позаботится о другом, но от нас ожидает послушание и доверие Ему. Да благословит нас Святого Господь. Мы в следующий раз прозорожим нашу беседу о добром пастыре. Храни все, Господь. Давайте помолимся. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог добрый, Бог любящий, Бог, Который заботится о каждом из нас. Мы благодарим Тебя за то, что в Иисусе Христе Ты показал нам доброго пастыря, направил наши стезы к Тебе, Господи, и Ты усыновил нас и назвал своими, и знаешь каждого по имени. Наша молитва о том и о тех, чтобы Ты благословил наших друзей, которые еще не знают Тебя, как своего спасителя, как доброго пастыря. Мы просим Тебя, Господь, помоги им услышать Твой голос, который зовет к себе. Благослови их покаянием и Духом Святым веди, Господи, к тем обетованиям, которые Ты открыл нам в Иисусе Христе по местной церкви. Благослови, Господи, сегодня мы много обращались к Тебе и просили о Твоих благословениях, защите, охране, помощи. И мы верим, Господь, что Ты знаешь, как спасать, Ты знаешь, как хранить нас, Господь. И мы радуемся тому, что Ты Бог наш, а мы Твои дети. Да будет имя Твое благословенно в жизни каждого из нас. Имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь. Садитесь.